Со временем мне наскучили даже игры, и тогда я открыл для себя другие прелести жизни в 21 веке. Паранхаб что ли? Всем привет! Вы на канале Диофплей, и сегодня мы будем начинать проходить то, чем меня время от времени задалбывали. История одного неудачника. И наконец-то уж, и в общем, что, не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, подписаться на телегу, ВК и Дискорд в случае блокировки Ютуба, что может быть? А может и не быть, первого знают. Погнали! История одного неудачника. Юлий! Блядь, что? Ладно. Толик! Славя! Виа! Виола! Пионур! Алиса! Лена! Мику! Алконер Бесконечное лето История одного неудачника Блин, ну, хотя бы за то, что так запарились Ээээ, респект Ой-вэй Ээээ... Видимо, начать игру Погнали Так, играть с ламповой цензурой и наслаждаться сюжетом Ламповая цензура, это что, без хентейщина? Ладно, давайте с цензурой, меньше цензурить придется В любом случае придется цензурить что-то Я не понимаю разницы между цензурой Будет с ней История одного неудачника День хер знает какой Солнышко поднялось над умывальниками И встречало проснувшихся пионеров Своими нежными теплыми лучами Вокруг нас мирно покачивались деревья Шевеляя, как будто нашептывая Что-то своею листвой Ее шелест был будто голосом природы Который столь тих и незаметен в городе Но здесь совсем другое дело Птицы, пробудившиеся раньше ребят Приехавших на смену в пионерлагерь Звонко чирикали И их песня гармонично вплеталась В общую атмосферу покоя и безмятежности Умывальники Казалось бы, это самое обычное место Что здесь может пойти не так? Но мы с Толеном оказались здесь Очень не вовремя Так Толен вообще личность незаурядная Мы оказались свидетелями погони Алиса за Ульянкой И остановились, наблюдая за этим зрелищем со стороны И не решаясь подойти ближе Двачевская пыталась догнать И отобрать у своей озорной соседки По домику некий предмет Это была бутылка А то, что было в ней Намекало на то, что без приключений На этот раз не обойдется Отдай бутылку, а не то я на тебя Тебя на нее посажу Не догонишь, не догонишь Оставалось только догадываться Шутит Алиса или говорить серьезно Но Ульяну останавливаться не собиралась Ну что вам, наверное, стало интересно Как я до всего этого докатился Так уж и быть Тогда я начну с самого начала История одного неудачника Пролог Я никогда не считал жизнь справедливой У кого-то изначально есть Все для комфортной и успешной жизни А другие не просто в роскоши К роскоши не привыкли А вынуждены работать после учебы Платить за тесную однушку И питаться дешевыми бич-пакетами Так я, Семен Персонов, и живу Кто-то рождается красивым А кому-то повезло меньше Последнее снова про меня Займись я своей физической подготовкой Был бы привлекательнее Так считает мама Но вряд ли бы это исправило мое лицо В отличие от многих сверстников Я никогда не был полон энергии Которую нужно было выплеснуть В какой-то вид деятельности Спорт был мне неинтересен Как и любые состязательные игры Так что людей по двору Меня завести не получилось И в физическом плане Я не был особо развит Уже с детства Я предпочитал прогулкам Просиживание дома Под крики постоянно Ссорящихся родителей Я играл в Сегу И тогда меня ничего не заботило Наверное, именно мое увлечение Играми и помогло мне Пережить развод матери и отца Но оно же сформировало привычку Сидеть перед экраном И редко выходить на солнечный свет Я был отколот от коллектива Ни в чем не участвовал Не гулял в компаниях Не пытался завести девушку Поначалу это на меня давило Но в итоге я поступил так же Как и всегда Когда сталкивался с чем-то Непреодолимым Просто смирился Со временем мне наскучили даже игры И тогда я открыл для себя Другие прелести жизни в 21 веке Паранхаб что ли? Это были соцсети Эээээа Не, ну в принципе В какой-то степени Паранхаб это соцсеть Да? С крейторами ХАХАХА Это были соцсети С бесконечной лентой Мемасика в Ютуб Где я залипал в тупые видосы И медленно деградировал Ну и имиджборды Где биомусор вроде меня Общался анонимно. Сёма, ну как так можно? Ты всю жизнь перед ящиком сидеть будешь? Вообще-то да. Говорила мама, и в чём-то, наверное, она была права. Но не в том, что продолжала называть ящиком абсолютно плоский монитор. Хотя бы не бабушка. После их с отцом развода мы с мамой долго жили вдвоём. В её жизни на короткое время появлялись мужчины, но исчезали так же быстро. Я свыкся с тем, что пустующее место моего отца в семье никто не займёт. Уже когда я вырос, какой такой мужик всё-таки нашёлся. Они с матерью съехались и были действительно счастливы вместе. Квартира была маленькой, и, решив не мешать им, я стал искать новую крышу над головой. Тогда я и начал подыскивать работу. Я учился на втором курсе за счёт отчима. И мне было вдвойне неудобно продолжать сидеть у него на шее. Я успел попробовать себя грузчиком, работником склада и зазывалой. И даже человеком. Свободная касса. Последняя стала моей повседневной рутиной после учёбы. Как же это иронично сейчас смотрится в... после событий последних дней. Не правда ли? Какой потенциал был у человека? Теперь такого потенциала не будет! зато я переехал сюда в свою крепость одиночества. В пятой точке нашей прекрасной столицы. Блять, он ещё и в столице жил! Пока я платил за аренду этой маленькой однушки, я был волен делать всё, что пожелаю. Всё свободное время я проводил в интернете. Но умудрялся вовремя закрыть... закрывать долги по учёбе и не опаздывать на работу. Обрастая мусором от фастфуда разбросанным по полу я все выходные проводил дома. Выходя лишь за сигаретами и чем-нибудь попить. Круг общения был небольшой но вполне меня устраивал. Это были продавщицы в супермаркете периодически навещающие меня мать и отчим ну и отец звонивший пару раз в год чтобы показать что не забыл про меня. здесь я обрёл своеобразный баланс и научился радоваться одиночеству. Никто ни в чём меня не ограничивал и не давал советы как мне жить. Но все мы знаем что хорошее длится недолго и в моей жизни наступила чёрная полоса. Влюбился что ли? Мой университет потерял аккредитацию и вскоре закрылся. Перевестись в другой вуз вовремя у меня не получилось из-за пропажи моих документов из архива доживающей свои дни Шараги. Единственным вариантом было начинать обучение с самого начала. Чего я делать не хотел. Было жутко обидно за потраченное в пустое время силы. Похоже теперь мне улыбалась лишь работа кассира в Макдаке. Уже нет! Но на нервной почве я перестал я успел возненавидеть и её. Смотри мы дружно ему помогли избавиться от нелюбимой работы. Ха! Красавцы! Вы думаете на этом всё кончилось? Нет моя чёрная полоса только начиналась. О да дружище Как я тебя понимаю это сейчас? Ну то есть не понимаю я со стороны на это всё смотрю но понимаю вы помните момент когда в россии ввели новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей соц.сети и имидж борды сразу заполнились шутками про фальшивые деньги у меня человека который узнал новости именно оттуда. И меня от человека, который узнавал новости именно оттуда, это и погубило. Я и правда подумал, что в интернете предупреждали о ненастоящих деньгах. После того, как я отказался принимать у клиента новую купюру, был устроен такой скандал, что мне пришлось уволиться. Так это ж получается типа к лучшему. Вот из-за такой глупой истории пошла под откос моя карьера в дружном коллективе с гибким графиком. Ля, девка симпатичная. И мне не суждено было досложиться до менеджера, как девушки с Сашей из рекламы. Бля, я не знаю, что это за реклама. Девушки Саши. А вот эту девушку Сашу я знаю. О, сирена пошла! Давно её не было. С самого утра целых 12 часов не было сирены. Ю-ху! Некоторое время я просто ничего не делал, сидя дома и пытаясь отгородиться от всех возникших в моей жизни неурядиц. Знаете ведь, как просто забываются проблемы за просмотром сериала «Подушек» и «Пивасик» по акции. Я залпом смотрел сериалы, аниме и даже мультики, от которые деградировал в детстве. На месяц я забыл обо всём, а потом у меня кончились сбережения. Бургер Кинг. В свете последних событий его больше тоже нет на территории России. Вроде как. Конечно, потом вернётся, но когда это ещё будет? Пришлось озадачиться поиском новой работы. Вспомнив все обиды на прошлое место трудоустройства, я решил пойти в конкурирующий с Макдаком синдикат. А они больше не конкурируют. Я сначала думал, что... А, блин, мышка не отображается. Что это борода, а это... Это типа... Или это всё же борода. Или волосы. Непонятно. Заполнив анкету, я дал её девушке на кассе, после чего побрёл прочь. Приятного аппетита, приходите к нам ещё. Выдала она то, что было совсем не в тему. Увидев её растерянное лицо... Я увидел растерянное лицо косерши. Совсем бедная заработалась. Я вышел и вновь окунулся в холодную русскую зиму. Окурив у входа и полут... И получше укутавшись в пальто, я побрёл сквозь снег, морщаясь от бьющего прямо в лицо ветра. Вспомнив про телефон в кармане, я надел наушники и перестал слышать скрип снега под ногами. Песня World is of Cold, группа 3D's Grace, выскочившая в рандомно перемешанном плейлисте... Сука, сняла монетизацию на этом видосе. Я так полагаю, как никогда подходила под моё душевное состояние. В ней говорилось об ушедшей из жизни лирического героя девушке. И хотя у меня этой девушки никогда не было, я разделял описанное в этой композиции чувство. Покинутость, пустоту и холод. Как и герой, переживающий о своей утрате, духом я чувствовал себя старым. Хотя телом был молод. Снежинки ураганом проносились по заснеженной улице, заставляя меня жмуриться. Чтобы они не попали в глаза. Было уже достаточно темно, и путь освещали два ряда фонарей. Протянувшиеся вдоль дороги, по которой с рёвом проносились машины. Где-то впереди, по другую сторону дороги, показалась остановка. На лавке, которой развалился бомж. Почему-то эта картина вызывала у меня грусть. Не то, чтобы я был слишком сочувствующим к проблемам бездомных алкашей. Просто когда... Когда-то у этого человека были свой дом, друзья, работа. И где он теперь? Не парится каждое утро вставать на работу? Счастливый человек, знаете ли. Скорее всего, этот человек, как и я, был лишён привилегий на старте. Может, он усердно трудился, чтобы их заработать. Но не выдержал гонки и столкнулся с каким-то несчастьем. Меня посетили мысли, что и я могу закончить так, если моя жизнь не сложится. Как знаете, может, я прямо сейчас столкнусь на лестничной клетке с хозяином квартиры. И он вышвырнет меня, забыв о договоренности, что я оплачу аренду с началом следующего месяца. Когда остановка осталась позади, в наушниках заиграла новая мелодия. И впереди показался переход, по которому мне предстояло пересечь дорогу. От дома меня отделяло буквально пять минут. И я уже предвкушал, как сяду в кресло напротив монитора, согрещаем. И, может быть, посмотрю перед сном какую-нибудь комедию. Может, она заставит меня немного отвлечься от накопившихся проблем? Я имел обыкновение переходить дорогу, несмотря на светофор. Нет, я не бросал своей жизнью вызовав. Просто привык, что в это время машины здесь проезжали редко. Зато 410-й ебашит на всей скорости, да? Не глядя по сторонам, я ринулся вперёд. В случае чего водители увидят меня издали и затормозят. Пусть я обматерят из открытого окна, хоть и в наушниках. А, как я угадал. И каково было моё удивление, когда меня ослепила яркая вспышка фар. Ебоник. Атюмент анлокт. Сбитый лох. В следующий миг меня приложило так, что я, описав несколько оборотов вокруг своей оси, отлетел назад и приземлился в грязный размокший снег. Бой сковало всё моё тело. Мой затуманенный взор уперся в автобус. Одним ударом ряс, наверное, переломал мне все кости. Я понял, что вижу автобус с номером 410 впервые. Такие тут не ходят. Почему-то место водителя было пусто, а из окна на меня взирала лишь непонятная темнота. Я попытался перевернуться, но мне удалось лишь повернуть голову к тротуару, где стоял поднявшийся с лавки бомж. Он посмотрел на меня с грустью и скорбью. Похоже, он думал, что мне уже никак не помочь, и потянулся к шапке, чтобы снять её. Бля. Когда он это сделал, я увидел что-то нереальное. Я готов был поклясться, что у бомжа были настоящие кошачьи уши. Оооо, да. Походу, походу нас ждёт что-то весёлое. Я надеюсь, такое же весёлое, как в своё время пиворонпа. А из-за спины бездомного виднелся пушистый длинный хвост, который я заметил лишь теперь. Я моргнул, и картинка окончательно смазалась, заставляя меня гадать, померещилась или нет. И снял наушниках, сама собой замолкла. И тогда я услышал скрипучий голос единственного свидетеля этого несчастного случая. Ты пойдёшь со мной? Так. Тут у нас будет коча выборов и рутов, так что, шо бы знали. Так, а куда сохраняться-то будем? Что за ЧСС? А-а-а, всё. Чужой среди своих. О, сюда будет норм. Да. Нет. Пидора, ответ! Неправильную концовку ты выбрал. Тебя ждала такая увлекательная история. А теперь ты никогда не узнаешь, кто я такой и как меня зовут. Вернись! Эй, стой, я передумал! Кошка-бомж, я не хочу умирать! Ты убил! Ну вот, одна из концовок. Мда. Э-э-это, я не знаю, почему согласился, но чё было ещё делать в сложившейся ситуации? Мои глаза закрылись, звуки растворились в безмолвной тишине Затем исчезло и ощущение холода от опадавших на моё лицо снежинок Может, от падавших на моё лицо снежинок? Откуда они опадают? История одного неудачника! День первый! В глаза ударил яркий дневной свет Я открыл глаза и понял, что сижу в салоне автобуса Не того, что меня сбил Этот больше походил на туристический карус Но мысли о том, как я тут оказался, сменились вопросом Реально ли то, что я вижу из окна? Ни одной снежинки, а лишь сплошная зелень и яркое солнце А на мне была всё та же зимняя одежда Стало душновато, и я снял пальто Как я здесь оказался? Почему я цел и невридим? Чёрт! Как же тут жарко! Так, мне срочно нужен свежий воздух Прихватив свои вещи, я направился к выходу и обратил внимание на отсутствие водителя В принципе, чё ему тут торчать по такой-то жаре? Ну почему он меня не разбудил и не выпроводил? Выйдя из автобуса, я оказался напротив ворот, над которыми было написано Савёнок Судя по ещё одной записи на створках, за оградой меня ждал пионерский лагерь Это подтверждали две статуи пионеров по бокам от ворот Это какая-то шутка? Наверняка это место уже десятки лет заброшено Меня хватило паника Значит тут никого нет? Мне никто не поможет? Водитель! Он единственный, кто знает, чё тут происходит Вот только где он? Я обошёл в автобус кругом Кругом! Но так никого и не обнаружил Я устремил взгляд вдаль Дорога, зелёные луга, редкие кустики, лес на линии горизонта Ни одного намёка на живого человека Зато я сразу заметил в ушке высоковольтный лап Тресущаяся рука нырнула в карман, где лежал целый и невредимый телефон Там же были и наушники В другом кармане обнаружилась пачка сигарет и зажигалка В заднем кармане было немного денег Это были те самые проклятые новые банкноты, за которых я лишился работы То есть он их ищи и спёр? Вот же мразь Значит, водитель автобуса не маньяк Мои вещи на месте, да и двери автобуса были открыты Ничто не мешало мне убежать Тут наверняка есть связь Я вновь обратился к телефону, но связи не было Я задумался над тем, как... Чтобы вскарабкаться на ближайшую вышку Можно было использовать её как точку обзора и выполнить синхронизацию с местностью Как самый настоящий ацессин Если рядом есть какой-нибудь нафи... Какой-нибудь населённый пункт Я бы непременно это увидел и знал куда идти Но эта идея была чревата последствиями Я бы скорее сорвался и расшибся в лепёху Чем осуществил этот сумасшедший план? Ну, а что он всё-таки решит в итоге делать Мы узнаем уже в следующий раз А сегодня на этом будем заканчивать Мне вот это, короче, чем-то напоминает... Блядь, как же это? Мод про Сайк это назывался Короче, вот анимашная стилистика повествования Вот, вот о чём я хотел сказать Ну, в любом случае, сегодня на этом всё Так что всем спасибо за просмотр И всем пока! Вернись ко мне, моя мечта Из уголков пустой вселенной Верни мне жизнь и согревай Освободи меня из плена